Во вторник, 17 октября, специалистами из Института вулканологии и сейсмологии была зафиксирована активность вулкана Безымянный, расположенного близ Ключевской сопки. Произошел выброс пепла на целых три километра, а это означает, что вулкан пробудился. Его последнее извержение произошло в 1956 году и с того момента он считался спящим. На сегодняшний день это может стать историческим событием, ведь облако пепла поднялось на 11 километров над уровнем моря. Для геологического научного сообщества этот момент очень значимый, ведь возраст вулкана 7 тысяч лет и его активность продолжается уже несколько десятилетий. Вулкан Безымянный, мы знаем, что это один из действующих вулканов на Камчатке. Он последние две тысячи с половиной лет был активен в несколько периодов, это третий период, его активность началась в 1955 году, когда были первые извержения. И он до сих пор продолжает извергаться, когда-то он слабыми потоками извергается, иногда он просто выбрасывает пепл. Вот недавно как раз-таки, да, мы знаем, что был выброс пепла на небольшую высоту, то есть это только первые толчки, так скажем, это небольшие, небольшой активности извержения. И на самом деле оно не такое страшное, да, но, так скажем, выброс пепла, который идет, он закрывает видимость, то есть это опасность для авиадвижения, да, могут быть перекрыты некоторые рейсы, чтобы самолеты безопасно садились. После ряда землетрясений в 1955 году в вулкане началась активность, а к 1956 году на Ключевской сопке произошел катастрофический выброс магмы и Камчатку залило лавой на 22 километра. Стоит отметить, что от самой лавы опасности ожидать не стоит. Ее разлив достаточно далеко от населения, но авиаперевозки придется отменить. Основная опасность таится в облаке, пепел из которого потом оседает на окружающей территории у вулкана. Именно поэтому над Камчатским районом ожидается сильный пеплопад, который несет главную опасность на текущий момент. Вулканический пепел очень абразивный и может нанести травмы коже и слизистым. Вследствие этого людям, которые находятся вблизи Ключевской сопки, стоит переждать это природное явление дома. Да, в 1955 году его, так скажем, начался третий период активности, потому что до этого был, сейчас точные даты, не могу сказать, ну да, это примерно 2000 лет назад, 1000 лет назад, и вот 1955 год, это который для нас более важен, да, но и было самое сильное извержение в 1956 году, и потом его активность продолжается, вот в 2020 году, в октябре, по-моему, где-то он извергался, да, это выбросы пепла были тоже более мощнее, чем сейчас, и также в 2022 году тоже были выбросы пепла. Сложно прогнозировать, как повысится активность вулкана и повысится ли. Ученые не исключают продолжение выброса пепла еще на 10-15 километров над уровнем моря. Самое важное, что наука позволяет фиксировать подобные природные явления с помощью различного технического оборудования, и человечество может наблюдать за такими редкими природными явлениями буквально в секунду происшествия. Валерия Карташова, Николай Осуховский, Фарид Захитуглы, Универньюз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова